Нет, нет, это вы должны знать. Когда у человека появляется обжорство, особенно в вечернее время, то обжорство является ничем другим, как изменение и нарушение циркадного ритма. Что это или о чем это говорит? Первое, вы должны спать или ложиться спать раньше. То есть, если вы ложитесь спать, допустим, в час ночи или в 12, вам необходимо начать ложиться в 9. Конечно, вы себя не сможете переубедить. И поэтому для того, чтобы активировать циркадные ритмы или настроить их в организме, чтобы они начали работать правильно, начните принимать мелатонин. Его можно приобрести в любой аптеке. Это БАТ, мелатонин по 3 таблетки на ночь. Дальше второе, для того, чтобы не хотеть есть, а когда вы на ночь хотите кушать очень сильно, то это говорит о том, что в это время вы должны были уже спать. Вот когда вы сидите на ночь, у вас появился аппетит, вы очень хотите кушать, вы должны знать, это время, когда вы уже должны были заснуть. И в этот момент у вас бы произошло расщепление жиров, и вы бы в этот момент худели. Но из-за того, что вы не можете в этот момент не остановиться, и вам необходимо... Почему? Дело в том, что при расщеплении жиров начинает появляться глюкоза, и там появляется допамин. Липопротеины активируют, формируют активность нейромедиаторов, среди них допамин. И именно в это время, в ночное, когда очень хочется кушать, вам необходима либо глюкоза, либо еда какая-либо. Потому что в этот момент должен формироваться допамин. А если бы спали, то он бы расщеплял жиры, переваривал бы свою глюкозу внутреннюю, и помогал бы вам восстанавливать нейроны мозга и гормоны мозга. А так вы не спите. И еще, для того, чтобы в течение дня избавиться от аппетита, есть препарат великолепный, он мне очень нравится. Он называется пиколинат хрома. Принимайте пиколинат хрома.